Экалайны. Я их не понимаю. Это мне непонятно. Ну, я не знаю даже, ребят. Ну, вот, возможно, нужно приноровиться прям ими рисовать. А Экалайн у меня как лежал, так и лежит. Мне непонятно, в чем он такой прям из себя весь хороший. И как его использовать правильно. Акварельная техника — это не моя техника. Всем привет. Меня зовут Кирогиена. И я думаю, вы поняли, что тема сегодня прямо животрепещущая. Я подумала, что мне недостаточно жары в 30 градусов. И, наверное, стоит поддать жару с помощью своей горящей жопы. История с Экалайнами у меня очень древняя и мучительная. Потому что долгое время я не могла разобраться, как же на самом деле ими стоит пользоваться. Ими очень тяжело рисовать как обычными маркерами. Особенно для людей, которые не любят, когда остаются полосы. Экалайны — это акварельные маркеры. И с акварелью у меня тоже были долгое время довольно натянутые отношения. Возможно, это как-то связано. Но это не точно. С недавних пор я стала чаще обращаться к акварели. По крайней мере, с обзора дот-карты Дэниел Смит. Ссылка будет, подсказка будет где-нибудь здесь. С тех пор я время от времени достаю акварель и рисую ей. Тем более мы сейчас выполняем маленький скетчбук в шортах. И в целом с акварелью стали отношения налаживаться. Поэтому я решила, что настало время распаковать мой набор Экалайн. Они лежат мне примерно с февраля и ждут своего обзора. Я знала, что время настанет и когда-нибудь нужно будет всплыхнуть на ютубе. Ну вот, кажется, день настал. Готова ли я? Не думаю. Придумала ли я, что буду рисовать? Уже, конечно, да. Я решила облегчить себе задачу, поэтому знакомство полноценное с Экалайнами будет состоять из серого набора. Ну, монохромное мне как-то проще, в принципе, даётся. Да и потом можно всё-таки линером всё это доделать. И не будет никакой каши с цветами, со смешиванием. Поэтому в какой-то мере я облегчила себе задачу. Но учитывая то, насколько у нас напряжённые отношения с Экалайнами, я не вижу в этом ничего криминального. Мы, так сказать, слегонцам познакомимся друг с другом, чтобы понять вообще, стоит ли нам общаться или нет. Если честно, мне страшно. Потому что я всё ещё не вдупляю, как мне ими пользоваться. Посмотрев даже парочку обзоров, я поняла, что все пользуются ими по-разному. Кто-то действительно их использует как маркеры. И забив хрен на полосы, восхищаясь этими людьми, честно говоря, я не могу взять эти полосы. Кто-то использует их прямо как акварель. И я попробую что-то среднее, наверное. Потому что ни тот, ни тот способ мне полноценно не импонирует. Я попробую замиксовать оба эти стиля в одной работе. Ну а для начала нам нужно, конечно же, посмотреть, что находится внутри этого набора. Я не думаю, что браши от Эколайна нуждаются в представлении. Ведь они одни из самых популярных подобных маркеров. У меня всё ещё есть нереализованная мечта попробовать их жидкую акварель. И когда-нибудь вы увидите об этом видео. А пока вернёмся к маркерам. Итак, мы имеем тёмно-серый набор, который включает в себя тёмно-синий, тёмно-коричневый, ну и блендер. Я попробовала, как они смешиваются, пересекаются и взаимодействуют друг с другом. И поняла, что видео не будет таким огненным, как я хотела изначально. Ведь эти маркеры стали мне намного понятнее, чем были когда-то. Потому что я чуть ближе познакомилась с самой акварелью. Да и в целом, наверное, скиллы подрастило в рисовании, поэтому и контролировать их смогла проще. Короче говоря, проблема, которая, возможно, я привела вначале как цитату, что я не понимаю, как ими работать, она как будто бы отпала сама собой. И как-то даже обидно, знаете, рассчитывала, что этот видос действительно будет уже пожигательным, и я с трудом нарисую свою работу. Но оказалось, что всё совсем не так. По поводу работы. На днях я набросала этот скетч в хетчбуке и поняла, что он идеально подойдёт для нашего разбора. Тут как раз надо нагнать серого мрачника, и все цвета будут в кассу. Так в целом и получилось. Редко у меня настолько идеально мачатся задумки и палитра, так что даже тут эколайны меня порадовали в этот раз. Я начала понемногу набирать тон, и бумага выдержала мой напор. Там очень много слоёв, поверьте. Как и говорила, я попробовала тут рисовать ими и по сухому, и по мокрому, и размывала их водой. В общем, сегодня вы увидите весь диапазон вариантов эколайнов. Хотя, мне кажется, в любом случае их придумали больше, но я попробовала вот эти три. Пока мы не смотрели этот ролик до конца, я знаю, что есть вероятность, что вы выключите раньше. Я хочу объявить вам одну очень важную новость. Вы, наверное, уже видели кучу объёмных стикеров на Wildberries, Озоне, да и в целом много кто их сейчас продаёт. Они действительно стали очень популярны. Я решила не отставать от трендов. Но, конечно, я не могла просто взять и купить себе объёмные стикеры. Поэтому я нарисовала, оформила и сделала два своих набора. Первый — это животное за стеклом. Его история уникальна. В первую очередь в этом наборе я опиралась на то, на что похожа эта смола на стикерах. Похожа она на стекло, поэтому я нарисовала животное за стеклом. Они будут облизывать наклейки изнутри и тыкаться в них своими носиками. Достаточно милые и, мне кажется, отлично будет смотреться на телефоне. И второй набор — ретро. Что ж тут говорить, вы сами всё видите. Ну, трендово, молодёжно, модно, супер, замечательно. Эти наборы сейчас можно купить в ВК или в моём телеграме. Ссылки на оба этих ресурса будут в описании к этому ролику. Но я хочу объявить ещё одну важную новость. Конечно, я не могу оставить выпуск своего нового мерча без розыгрыша. Поэтому в комментариях к этому видео пишите «хочу стикеры». И в следующем видео я рандомно выберу одного человека, который получит стикеры с доставкой абсолютно бесплатно. Но только один набор. Так что подпишите, какие именно стикеры вы хотите. Спасибо вам большое за внимание. Теперь можете продолжить. Вообще, я стала делать намного больше скетч-этапов. И я этому очень рада. Кто подписан на мою телегу уже знают, что я теперь куратор на курсе иллюстраторов. И недавно одна студентка, сдав домашку, дописала, что не любит делать цветовые раскладки. Ну, там как раз домашка про это была. Чёрт, как же меня флешбэкнуло. Я же тоже раньше терпеть не могла перерисовывать всё по сто раз. Ну, так, как я делаю сейчас. И даже немного жалко, что я не делала так раньше, потому что я очень сильно улучшила бы свои работы. Потому что с каждой перерисовкой от черновых коляк до чистого скетча сейчас проходит ещё минимум два скетча, на протяжении которых можно сто раз передумать, переосмыслить идею и найти лучшее решение для её реализации. Сейчас я стараюсь делать всё именно так, хоть не до конца ещё привыкла, и иногда руки тянутся сразу начать скетчить идею, а не вымерять её с линейкой. Но всегда держу в голове то, что перерисовав скетч пару раз, результат удовлетворит мне намного более вероятно, чем если я просто возьму и нарисую так, как думаю, на чистовую. Во-первых, даже как-то повышается ценность работы прямо внутри меня. Я начинаю относиться к ней более трепетно, больше перепроверяться, больше уделять внимание деталям и технике. Даже появились мысли, что штуки вроде того же арт-блока или временного нежелания рисовать могут появляться от неудовлетворённости своей работы, которая сводится практически на нет с помощью пары дополнительных скетчей. Раньше я очень любила торопиться. Да чего врать, я и сейчас очень люблю торопиться. Но поняв эту штуку, начинаю больше замедляться и стараюсь теперь намного больше акцентироваться на качестве. Потому что тот метод подходит, когда ты в самом начале. Ну, кстати, тоже не рекомендую, лучше, наверное, сразу делать всё нормально, но метод херач больше получай больше, в принципе, работал. Но на этом этапе моей жизни уже нужно акцентироваться тупо на качестве. Желательно не сильно терять в количестве, но это уже по возможности, как говорится. В любом случае, те моменты, на которых я сейчас замедляюсь, со временем перейдут в скорость. Как когда-то переходили те моменты, над которыми я долго сидела раньше. Потому что и сейчас я стараюсь уделять им довольно много внимания. Ну, я имею в виду тем моментам, которые сейчас меня замедляют. Так что рост по таким методикам просто неизбежен. Сидим и ждём роста. Мне действительно стали нравиться мои работы, и я безумно этому рада. Как вы знаете, я почти нигде не училась, художку не попала, в вуз не поступила, по итогу просто начала учиться всему сама примерно в 20 лет. И вот, наконец, мне стали нравиться мои скетчи, стали нравиться мои работы. Где-то я отстала от себя, где-то нарастила скиллы, и какими бы путями я не шла к тому, что я сейчас, результатами я довольна. И это очень классное чувство, когда тебе нравятся свои работы. Надеюсь, вы испытываете подобное от того, что вы делаете. Потому что удовлетворённо своими работами, будь то просто рисунки или иллюстрации, или, возможно, дизайн, это самое крутое, что можно почувствовать, когда вы что-то создаёте. Знаю, что очень многие, особенно начинающие дизайнеры, того, что, например, заказчики портят их работы. Но я не помню, где я поднимала эту тему, но я точно помню, что я на этот счёт уже говорила, что любую работу можно переделать под себя и швырнуть её в портфолио. Такой, какая она вам нравится. А когда рисуешь для себя, вообще как-то даже глупо делать то, что прям совсем не нравится. Не значит, что вам нужно разорвать и выбросить все старые работы. Нет, это ваш опыт. Как и мой опыт, когда я очень сильно торопилась. Он всё равно привёл меня к каким-то результатам, которые есть сейчас, и я ими довольно напомню. У всех, наверное, здесь свой путь, но в любом случае стоит стараться получать именно удовлетворение от работы. Либо от процесса, либо от окончания работы. Меня вот удовлетворяет обычно больше итог, чем процесс. Процесс может иногда затягиваться, быть не особо приятным или тревожным, может быть, даже для кого-то. Но результат всё чаще меня радует, поэтому теперь у меня всё равно акцент больше на результат, чем на процесс. По итогу этого обзора мне перед самой собой неловко, что я так долго на них гнала. Но мы нашли общий язык с эколайнами. Вот так вот случается. После многолетних тяжёлых отношений мы перешли в новый уровень. Думаю, теперь может сложиться дружба. Мне нравится, что ими можно рисовать абсолютно по-разному. И как маркерами, и как акварелью, подбирать технику под саму работу, под её запросы, требования и всякое такое. И получается, что у эколайнов довольно широкий диапазон действия. Многие пользуются ими для леттеринга, многие пользуются ими как акварелью. Многие как маркерами. Я знаю людей, которые скетчат ими. И всем ок. И, наверное, это то самое, что принесло популярность эколайнам. В палитре у меня тоже вопросов нет. Она получилась идеальной для этой работы, что случается довольно редко, ну, как вы знаете по моим видосам. Надеюсь, и другие наборы у них составлены так же гармонично, как и этот. Ну, можно будет, кстати, попробовать затестить какой-нибудь один набор, например, с красными. Какие отношения у вас с эколайнами? Делитесь в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Обзор получился довольно маленьким, но я надеюсь, вам он понравится. Подписывайтесь на мои соцсети, ссылки на них будут в описании к этому ролику. Не забывайте ставить лайк, это очень поможет мне в продвижении видео. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео. Не полагайтесь на вдохновение, будьте им сами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok